Министерство обороны Украины отказалось от бесплатного лечения раненых АТО в госпиталях Венгрии. Об этом сегодня журналистам сообщил глава всеукраинского общественного сообщества «Слава Украине» Андрей Варватей. Зимой нынешнего года президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На ней было озвучено, что Венгрия готова за собственный счёт лечить и помогать раненым украинцам из АТО. Организация «Слава Украине» направила ноту в Минобороны, но до марта этого года ответа так и не было получено. Волонтёры не только собирают, что называется, по копейке со всего мира, но и следят за процессом лечения раненых. Миротворцев очень удивило решение Минобороны Украины отказаться от лечения участников боевых действий за границей. О ситуации в военном госпитале рассказывает волонтёр Ивана Будник. Минобороны начали вникать в процесс лечения. Мы видели, какая повильная динамика происходит в лечении. Мы начали помечать такую певную, знаете, лекарь, не могу, это чехолатность, а не знаю. Венгрия также предлагала отправить группу врачей в Киев, чтобы они посмотрели на ситуацию с лечением бойцов. Но в Минобороне от такого визита отказали. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень. Мы готовы взять тяжелораненых и готовы отправить группу врачей сюда, в Киев, чтобы они посмотрели ситуацию. Они конкретно выбрали бы солдат, которых вы готовы отправить. Ну, они благодарны, но пока не надо. И они информируют нас, когда они готовы принять группу врачей. Я говорил и повторю ещё раз, что наше предложение остаётся в силе. Глава сообщества «Слава Украине» официально обращается к министру обороны Степану Полтораку. Ни ему, ни волонтёрам не понять такое безразличие чиновников к жизням солдат. Мы обращаемся напрямую к министру обороны Украины с просьбой объяснить нам, объяснить бойцам, которые сейчас на передовой, объяснить бойцам, которые сейчас в госпиталях, родным, нашим родным, родным бойцам, почему, на каком основании украинские чиновники, получив заветное кресло, дают такие отказы. Мне лично, я думаю, вам тоже будет интересно узнать было бы, почему жизни наших солдат списываются на какие-то непонятные санитарные нормы. Кому это выгодно? КОНЕЦ